Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Видимая голубая дымка Божьей славы появляется на собраниях моего гостя. На одном из собраний 3000 человек приняли миссию, и 25 глухонемых людей были мгновенно исцелены. Я надеюсь, вы готовы к голубой дымке? Она накроет вас там, где вы есть. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Сегодня с нами Томми Комс. Томми, то, что вы сказали, было музыкой для моего слуха. Вы сказали, что здесь слава Бога. Но я не осознавал, что сейчас в этой студии не только слава Божия, но и голубая дымка, которая покрывает все вокруг. И я это знаю, потому что я ее так же, как и вы, вижу. А когда вы впервые увидели славу Божию? В 10 лет мне диагностировали разрушительную болезнь печени. Я очень страдал от нее. С угрозой для жизни? Да, с угрозой для жизни. Мне оставалось жить 3 или 5 дней. Да, это точно угроза для жизни. В воскресном утром моя мама и бабушка молились за меня. И вдруг палату наполнила голубая дымка. Она ощущалась настолько сильно, что моя мама упала с одной стороны кровати, бабушка с другой стороны, под действием силы Духа Святого. А затем к моей кровати подошел сам Иисус. Он появился из этой голубой дымки, которая его окружала. Он ушел медленно и направлялся прямо ко мне. А вы испугались? Ведь вы были еще маленьким мальчиком. Мне было 10 лет. Я привстал с кровати и смотрел на Иисуса. Всю жизнь мне только рассказывали об Иисусе, и теперь я смотрел прямо в его прекрасные глаза. Тогда силой Божьей я получил совершенно новую печень за одну секунду. Слава Богу! Аминь! 14 лет. Вся ваша жизнь радикально изменилась. Так что же произошло? В 14 лет я был на служении в небольшой церкви, где было около 80 человек. Туда пришел и мой отец, и его коллеги-шахтеры. В Алабаме было много шахтеров. В конце служения помещение наполнила голубая дымка. Когда человек Божий сделал призыв ко спасению, голубая дымка окутала алтарь. Вы говорите, а я все сильнее ощущаю сейчас Бога. А в этой студии... Люди приходили к алтарю, поднимали руки в этой голубой дымке и падали от силы Святого Духа. Люди исцелялись, освобождались и спасались. Но главное, мой папа в слезах пошел к алтарю и сказал, «Спаси меня, Иисус!» и отдал свою жизнь Иисусу Христу. Встреча с Богом меняет в вашей жизни все, когда мы приходим в Его славу. Вы любите учить о том, что Писание, и особенно Ветхий Завет, говорит о славе. Пожалуйста, приведите пару примеров. Взять, к примеру, Адам. Он общался с Богом каждый день. Эдемский сад был наполнен славой Бога. Затем мы читаем о Енохе. Он настолько жил во славе, что сразу перенесся на небеса. Бог забрал его к себе. Моисей тоже очень яркий и удивительный пример. Моисей общался с Богом так близко, что его кожа начинала светиться. Ему приходилось закрывать лицо тканью. Когда Соломон пришел в храм, слава проявилась так сильно, что священники, как и музыканты, не могли стоять. Это случится снова. Это непременно случится, и мы увидим, как это происходит. Каждый почувствует эту славу Бога. Петр тоже ходил во славе Божией. Ее так много во мне, в вас и в каждом, кто нас смотрит. Слава Божия настолько сильна, что мы просто проходим мимо людей, и они уже исцеляются. Это возможно? Сейчас я этого не вижу, но для меня это реально. Я верю, что это происходит. Расскажите мне о собрании в Боливии. В Боливии мы были на небольшом собрании из 80 человек. Шло потрясающее служение поклонения. Затем появилась голубая дымка. Эта дымка славы наполнила помещение. Бог спросил, хочешь увидеть вдвое больше? Я сказал, ну, конечно же, хочу. Бог, что бы ты ни делал, я с тобой. Голубая дымка наполнила собрание, и все отключились. Все, Сид. А что значит отключились? Не все это поймут. Да, сейчас объясню. Это привычный мне термин. Все упали под воздействием силы Божией в этой голубой дымке. Трехлетние дети упали под действием силы Бога. И 80-летняя женщина упали под действием силы Бога. Когда пришел Бог, все, вся церковь распласталась на полу, поклоняясь Богу в этой голубой дымке. Это было такое сильное зрелище. Это повторится, и мы увидим, как в наше собрание, в нашей церкви и синагоге придет дымка славы, и будет менять жизни людей в огромных количествах. Не троих или четверых, но огромных количеств людей. А знаете, что огромные футбольные стадионы создавались не для футбола? Знаете, для чего они были построены? Для славы Божией. Томми, вы сказали, что ожидание очень важно. Да, вы должны ожидать славы. Верой мы спасаемся, верой принимаем Иисуса Христа. Также мы должны верой ожидать славу Бога. Ожидать — это главное. Должен сказать, что я ожидаю явления славы Бога на каждом своем собрании. Когда мы ожидаем славу, мы должны быть, как Моисей. Моисей говорил, «Бог, яви мне свою славу». «Не могу, это тебя убьет». Это не остановило Моисея. «Бог, я хочу увидеть твою славу». «Моисей, я не могу явить тебе славу. Она тебя убьет». Что ответил Моисей? «Бог, яви мне свою славу». Тогда Бог сказал, «Встань лицом к скале, и я пройду позади тебя». Моисей смотрел украдкой, когда Бог проходил позади него, и увидел такую сильную славу Бога, что написал первые пять книг нашей Библии. Он увидел историю Бога. Библия говорит, что Моисей увидел Бога сзади, а лица не видел. Но главное, он увидел историю Бога. Бог показал свою историю, проходя позади Моисея. Моисей был удивительным человеком. Мы должны быть такими же настойчивыми, как Моисей, и говорить, «Бог, яви мне свою славу». Я так этого жду. Томми получил от Бога слово о величайшей славе и грядущих чудесах. Я ожидаю их на этой программе. Мы скоро к вам вернемся. Никуда не уходите. Слава наполнит вас. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Томми, я уже долгое время использую термин «величайшая слава». Вы тоже его используете. Он есть и в Библии. Расскажите мне о нем. Новый дом будет больше прежнего. Придет такая слава, какой мы никогда не видели раньше. Люди говорят, что она объединит в себе все то, что мы видели в прошлом. Но это неверное мнение. Эта слава будет величайшей из всех. Мы увидим величайшую славу, когда к нам будет приходить Бог. Мы увидим ее. А вы говорите, что эта слава больше, чем просто исцеление. Да, все верно. Чуть раньше мы с вами говорили об эффекте попкорна. Чудеса будут происходить одно за другим. Я говорю именно об этом. Люди будут ощущать Бога и дома, и на рабочем месте, и в церквях, и в своих офисах. Люди будут ощущать Бога и тянуться к Нему. Вы будете идти по улице в этой славе, а люди будут спрашивать, «Что в вас такое? Чем вы обладаете? Расскажите, что это такое?» Они будут сплачем, падать на колени и говорить, «Я тоже хочу это узнать». Вот о чем я говорю. Слава будет ощущаться очень сильно. Вы говорите о том, о чем очень редко говорят другие. Речь идет о порталах. В случае с Иаковым это была лестница, соединяющая небо и землю, по которой спускались и поднимались ангелы. Такие порталы появляются и в церквях, и в домах. «Расскажите мне о портале в Моравиан-Фоллс». Я проповедовал там на собрании. Вдруг на сцену взошли ангелы. Сначала люди внимательно слушали меня, а затем увидели ангелов и переключили все свое внимание на них. На это служение приехала женщина из Нью-Джерси со своим мужем. У него было кровоизлияние в мозг и опухоль. Они приехали, чтобы исцелиться. В конце служения я стал молиться за исцеление. Их дочери было 22 года. Она отошла от Бога много лет назад и не хотела иметь ничего общего с церковью. Но она пришла на это служение вместе с родителями. Она видела, как Бог исцелил ее отца. Бог исцелил и кровоизлияние, и опухоль мозга. В этой ситуации на этом собрании было столько славы и силы, что эта девушка пришла домой, встала на колени и приняла Иисуса Христа своим Господом. Сегодня у этой девушки крупнейшее служение исцеления в Нью-Джерси. И все это благодаря славе, которая покрыла то собрание. Это так важно. Томми, я верю, что эта слава будет как обоюдоострый меч. Если вы покаетесь в своих грехах, это будет лучшее, что с вами происходило. Но если вы будете держаться за свои старые привычки, это станет худшим событием в вашей жизни. А расскажите, что произошло, когда евреи пришли и захватили ханаанские дома? Что они нашли в стенах этих зданий? Бог сказал, у вас будут дома, которых вы не строили. Еврейский народ перешел через Иордан и захватил дома, которых он не строил. Враг знал об их приближении, поэтому спрятал в стенах этих домов идолов. Священник велел евреям очистить дома. Люди звали священника, и тот очищал дом. Если не удавалось полностью извлечь идолы из стены, дом разрушали и перестраивали. Идолов вынимали из стен, потому что Богу нужны чистые дома. Богу нужна чистота во мне и чистота вас. Он желает, чтобы наши дома тоже были чистыми. Кровь. Но как это сделать? Вы правильно сказали. Кровь. Когда вы в последний раз проходили по своему дому, призывая кровь Иисуса? Когда вы в последний раз проходили по своему дому, молясь на прекрасном молитвенном языке? А что вы имеете в виду, говоря «призывать кровь Иисуса»? Иисус сказал, «Пользуйтесь моим именем и призывайте мою кровь». «Призывать кровь Иисуса» – значит произнести эти слова. «Я призываю кровь Иисуса». «Я прошу кровь Иисуса омыть все это». Бог действует любовью. Сатана действует страхом. Вы должны изгнать этот страх из своей жизни. Пусть кровь Иисуса действует для вас. Призывайте кровь Иисуса. Говорите. «Кровь Иисуса». Я ощущаю это даже сейчас. Кровь Иисуса Христа влечет за собой славу Божию. Кровь влечет славу, а идолы привлекают демонов. Скажите мне, кому нужны дома демоны? Когда мы вернемся, я попрошу Томми раскрыть секреты и помолиться, чтобы на вас сошла слава Божия. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видит. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. А теперь, Томми, расскажите о собрании в Анголе. Ангола, Африка, три ночных служения, 50 тысяч человек, которые пришли на наше собрание. На этом собрании появилась дымка славы. Она была словно дым от костра. У нас не было костра. Над людьми повсюду витал дым. Я сделал призыв к алтарю, и подошли 12 тысяч из этих 50. В ту ночь были спасены 12 тысяч. На этом собрании было столько чудес. Чуть раньше вы сказали, что 25 глухонемых были моментально исцелены. И вот что интересно, они никогда не слышали ни одного языка. Когда я попросил их сказать Иисус, они произнесли Иисус на чистом алабамском английском, поскольку никогда не слышали другого языка. Бесы убегали прочь то тут, то там. Собрание проходило на большом футбольном поле, и бесы убегали прочь оттуда. Что вы видели? Что значит «бесы убегали прочь»? Люди, одержимые врагом, одержимые дьяволом, поднимались на сцену. Их окружала дымка славы, они поворачивались и с громкими визгами убегали прочь с поля, держась за уши. Это совершает сила Божия. Она заставляет врага бежать из вашей жизни. Бежать прочь из вашей жизни. Далеко от вас. Томми, я верю, когда эта слава приходит во всей силе, нам не приходится иметь дело с болезнями, с бесами, с проблемами. Единственной нашей проблемой будет неутолимый голод по Богу. Пока мы не попадем на небеса, этот голод не будет утолен. О да. Но мы будем очень близки к этой славе, величайшей славе всех времен и народов. Когда же это произойдет на самом деле? Нам нужно создать то, что я называю зоной престола. Создайте дома, зону престола, где вы сможете поклоняться Богу. Включите хорошую музыку, создайте нужную атмосферу для поклонения, пусть у вас будет особая атмосфера. Призывайте к крови Иисуса и молитесь так, как не молились никогда раньше. Молитва — это ключ. Молитва — это ключ. Запомните, вы говорили о молитве на языках, на сверхъестественном языке. Молитесь на своем языке, на иных языках, на сверхъестественном языке. Говорите с Богом, и Он будет говорить с вами. Иногда нам нужно не молиться, а послушать, что хочет сказать нам Бог. Это тоже молитва. Создайте свою зону престола. Это сродни тому, как первосвященник входил за завесу святое святых. Там обитала слава Божия. Нам нужно также создать зону престола. В доме есть ваши дети, внуки, ваши супруги. Слава Божия проникнет в ваш дом и наполнит его настолько, что они, входя в дом, изменятся. Дети будут спасены. Внуки будут спасены, потому что вы создали зону престола. Вы привлекли славу, молясь и призывая кровь Иисуса. Создайте зону престола. Я хочу, чтобы вы сейчас провозгласили кровь Христа и славу на каждом зрителе, который нас смотрит. Господь, я прихожу к Тебе и славлю за все, что мы имеем и надеемся иметь. Но больше всего, Бог Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты послал к нам Иисуса. Иисус, благодарим Тебя за Твой путь. Дух Святой, спасибо, что Ты здесь. Я провозглашаю, что слава Божия приходит ко всем нам. Слава Божия неизмерима. И никто не может ее сосчитать. Никто не может понять, что происходит, когда приходит слава Божия. Бог, я призываю сейчас кровь Иисуса Христа на каждого, кто находится в этой студии. Я провозглашаю это место, эту студию Сидорота, открытым местом для Бога. С этого дня на этом месте будет являться Бог. Зрители, приходя сюда, будут исцелены, и Бог и Его слава будут сходить на вас. Скажите, я принимаю это во имя Иисуса. Я принимаю это. Свершилось. Я ожидаю славу. Скажите так. Я ожидаю славу. Она уже приходит во имя Иисуса. Воздайте Богу славу. Воздайте славу одному Ему. Я славлю Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Я поклоняюсь Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса. В славе приходит прорыв, и вы получаете собственное переживание Бога. Слава Божия здесь. Она здесь. Чтобы исцелить вас, чтобы обитать вас и наполнить вас Духом, чтобы вы говорили на сверхъестественном языке, у вас будет свое личное переживание Бога. ни чье-то еще, ни томи, ни мое, а ваше. Поэтому повторите за Мною. Вслух эту молитву, произнося ее от всего вашего сердца, скажите, «Дорогой Бог, я совершил очень много ошибок. Мне очень жаль». Я верю, что кровь Иисуса убирает все совершенные Мною ошибки. Теперь я чист. И, дорогой Бог, теперь, когда я чист, приди в мое сердце и возьми мою жизнь. Я признаю тебя своим Господом и Спасителем своей жизни. Я отдаю себя тебе навсегда. Приготовьтесь к тому, что вас захватит слава Божия. Смотрите в следующем выпуске. И вы, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его. Он тайно говорит Духом. Я хотела знать тайны, поэтому начала говорить на языках по пять минут в день. Чудеса происходят. Я уже видела много чудес и искала Бога, но я хотела не просто чуда, я хотела близости к Богу. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране. Еврейский юноша, пристрастившись к наркотикам, принимает героин и ЛСД целыми пригоршнями. Его жизнь была одним сплошным праздником, и он проживал ее безрассудно. Его прозвище было «медведь», и он был гордым и прогнившим внутри. Но затем он нашел откровение, которое полностью изменило его жизнь. Он бросил наркотики, получил научную степень и написал более 30 книг. Хотите знать, что это было за откровение? Зайдите на наш сайт. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.